С 7 февраля начался массовый набор волонтеров для работы на играх в Сочи 2014 года. К тем, кто будет принимать спортсменов и гостей Олимпиады, предъявляется целый ряд требований. Например, возможность легко общаться на английском языке. Заявки от потенциальных волонтеров уже поступают, в том числе и из Волгоградской области. К слову, наш регион в Сочи будут представлять 600 добровольцев. Как войти в этот почетный список, узнавала Екатерина Караваева. Волонтером может стать каждый, независимо от национальности, гражданства и вероисповедания. Главное условие – это достижение совершеннолетия на 6 января 2014 года. Качество, которыми должен обладать волонтер – доброжелательность, умение работать в команде, энтузиазм и активность. Желающие влиться в волонтерские ряды должны заполнить анкету на специальном сайте. Затем нужно сдать онлайн-тест на знание английского языка, без которого невозможно обойтись во время Олимпиады. Если все испытания пройдены, кандидата пригласят в волонтерский центр «Прорыв» при Волгоградском госуниверситете, где ему предстоит пройти ни много ни мало – двухлетний курс добровольца. Люди будут изучать специфическую лексику игр, будут учиться определенным политикам работы. Разнообразная будет подготовка для того, чтобы человек мог вполне комфортно работать на Олимпийских играх. Сфера деятельности волонтеров будет самой разнообразной. Добровольцы встретят спортсменов и гостей из различных стран, помогут с размещением, выступят в роли переводчиков. Волгоградские волонтеры будут работать на аккредитации гостей и участников Олимпиады 2014 года. Они будут первые встречать спортсменов со всего мира и по ним будут судить о России и, соответственно, о нашем регионе. Если мы сейчас сделаем так, чтобы у нас как можно было больше желающих и выберем действительно достойных, то это очень повлияет на имидж нашего региона, потому что, можно сказать, представители нашего региона встречают всех. Своим опытом с кандидатами поделились студентки, которым удалось в нынешнем году побыть волонтерами на юношеской Олимпиаде в Инсбруке. Девушки продемонстрировали специальную форму и символику мероприятия, рассказали об особенностях работы на соревнованиях. Когда ты участвуешь в любых соревнованиях, в любых больших мероприятиях, ты чувствуешь себя частью этого мероприятия. И на самом деле это непередаваемое ощущение. Дата окончания приема заявок пока неизвестна. Все зависит от активности и желания потенциальных волонтеров. Известно, что на Олимпиаде в Сочи Волгоградскую область будут представлять 600 человек. Екатерина Краваева, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.